В рамках нацпроекта модернизации сельского здравоохранения в области будет построено 27 медицинских объектов. На эти цели выделено свыше 11 миллиардов тенге, отметил первый вице-министр здравоохранения, который находится с рабочей поездкой в нашем регионе. На встречах с населением Тимур Султангазеев взял на заметку волнующие людей вопросы. На встрече с жителями региона первый вице-министр здравоохранения акцентировал внимание на позитивных изменениях в отрасли. Было подчеркнуто, что внимательно изучаются все пожелания населения. В Казаларзинской области также ежегодно выделяются крупные средства на развитие медицины. Ведется большая работа по подготовке и повышению квалификации кадров. Реализуются крупные проекты. Так, в областном центре будет построена многопрофильная больница на 300 коек. В Аральском и Женокурганском районах откроются детские реабилитационные центры «Хамкорлак». Таким образом, почти 5000 наших особенных детей смогут получить по месту жительства услуги реабилитации. В этом году на оснащение медорганизации оборудованием министерствам предусмотрено 3,4 миллиарда тенге. 72% из них направляются на охрану здоровья матери и ребенка. На пресс-конференции первый вице-министр здравоохранения остановился на важных вопросах. Проблема нехватки специалистов по-прежнему актуальна. В нашей области не хватает 128 врачей узких специальностей. Министерством будет разработан комплексный план для решения кадровой проблемы. Начиная с этого года, совместно с акиматами регионов строится 655 медицинских объектов. В рамках нацпроекта в населенных пунктах Казладинской области будет построено 27 медучреждений. 24 из них – это врачебные амбулатории. С прошлого года президентом страны инициирована программа «Ангсаган Саби». Выделено 7000 квот. Казладинской области было выделено 277 квот. На сегодня в 89 семьях родились дети.